Все, ответил, да? Так, следующий слайд, это, соответственно, циркуляционный насос, циркуль. Честно, это не новинка, да, соответственно, включили его непосредственно в нашу презентацию. Ну, логично, скажем так, к расширительному баку все-таки покупается зачастую и циркуляционный насос, да? Сейчас по подбору, естественно, рассказывать не буду, оговорюсь, скажем, ключевые моменты. Значит, циркуляционный насос, обозначение его 25-40, как видите в таблице, да, 25-60, 25 на 80 и то же самое 32, то есть первая цифра обозначает присоединительный размер, по-другому дюйм, соответственно, вот, и 32, это, соответственно, дюйм с четвертью, также присоединительный размер. В комплекте идут гайки, я вам подготовил для демонстрации, вот, потому что не всем иногда понятно, то есть присоединительный размер дюйм, да, гайка, она имеет две резьбы, соответственно, вот наименьше для соединения непосредственно с трубопроводом, да, идет размер дюйм. Больший размер, который в таблице классно, да, например, у насоса, вот у меня в руках 32 на 60 насоса, а, удобно. Значит, у нее присоединительный размер идет дюйм с четвертью, соответственно, непосредственно к насосу крепится, да, наибольший диаметр, это два дюйма. Вот, в комплекте гайки поставляются. Вот, циркуляционный насос имеет три скорости, вот, соответственно, запускаем на третий, дальше уже регулируем по необходимости. Обычно вторая, первая скорость. Вот, основная функция циркуляционного насоса, соответственно, это циркуляция воды, да, либо теплоносителя в системах отопления, что позволяет, также, увеличить ресурс работы того же котла непосредственно. Вот, и вторую цифру, да, я не говорил, все забыл, соответственно, 40, 60, да, 80. Здесь дециметров указано, соответственно, по-другому это 4 метра, 6 метров и 8 метров. Вот, ну, грубо говоря, 25 на 40, да, 32 на 40 для первого этажа, 60 на второй, если необходимо прогнать, да, циркуляция. Вот, и 80, такая уже полупромышленная серия, соответственно, на третий какие-то многоэтажные дома и так далее, либо сложные. Самое главное, я говорю, что циркуляционный насос вроде бы по своим характеристикам, да, размеру кажется довольно-таки простым насосом, но расчеты по-правильному должны производить конструкторское бюро, потому что необходимо рассчитывать непосредственно все углы, все потери перед тем, как устанавливать циркуляционный насос. Вот, обычно их устанавливают через 7 метров, такое тоже существует, вот, но в быту, в быту самое обычное, то есть я уже рассказал, как подобрать.